Привет друзья, сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео, а также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. По выходным я иногда подрабатываю в такси. Работа не сложная, а клиенты попадаются разные. В прошлую субботу я забрал возле бара мужчину. Ехать предстояло довольно далеко. Во время поездки он рассказал мне очень любопытную историю. Далее с его слов. Год назад я познакомился с Юлей на берегу Черного моря. Я приехал отдыхать один, а она вместе с мамой. Несмотря на разницу в возрасте, мне 33, а Юля 21, нам удалось найти общий язык. После отдыха Юля переехала в мою московскую квартиру. Мы стали жить вместе. Молодая, красивая, озорная Юля быстро покорила мое сердце. Я не стал откладывать дело в долгий ящик и сделал ей предложение. Уже через два месяца после знакомства мы сыграли свадьбу. Самой счастливой на нашей свадьбе была моя новая испеченная теща Маргарита Александровна. Она громче всех кричала горько и была самой активной в свадебных конкурсах. Чем больше я узнавал Маргариту Александровну, тем сильнее она мне нравилась. Замечательная женщина. Единственное, чего я не понимал, почему она до сих пор одна. Муж ее бросил несколько лет назад, а нового ухажера не нашлось. С женой получилось все в точности наоборот. Уже через четыре месяца после свадьбы романтика и влюбленность полностью пропали из наших отношений. На смену им пришли ссоры, обиды, недопонимания, претензии. Мы до последнего пытались решить эти проблемы, но видимо разница в возрасте и разное мировоззрение дали о себе знать. Семь месяцев совместной жизни закончились повторным посещением ЗАГСа. После развода Юлька почти сразу уехала в Питер на ПМЖ, а я же остался один. Бывшая теща была одной из первых, кто поддержал меня. Через пару недель после развода она пригласила меня в гости на чашку чая. Я согласился не думая. На следующее утро она приготовила мне завтрак, после чего я поехал за своими вещами. Так мы стали жить вместе. Когда я рассказал про это своим друзьям, то они были в шоке. Я не ожидал, что друзья будут осуждать меня. Они говорили, что я ненормальный и ничего хорошего из этого не выйдет. Мне так и не удалось друзьям объяснить, что с Маргаритой мне намного проще, чем с Юлей или любой другой девушкой, с которой я встречался. У Маргариты никогда не болит голова. Она всегда вкусно накормит, с удовольствием смотрит со мной футбол. Я чувствую каждый день, как она оценит и любит меня. Ее возраст не имел для меня значения. Лучше я буду жить с опытной и зрелой женщиной, чем с наивной малолеткой. На этом поездка закончилась. Клиент рассчитался и уверенной походкой направился к подъезду. Я не сразу стал брать следующий заказ. Сидя в заведенной машине, я пытался осмыслить услышанное. Мне было сложно поверить, что такое бывает. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.